Уважаемый президент Касымжимар Тагаев, коллеги, дамы и господа, очень рад с вами собраться в красивом городе Астане. Благодарю президента Касымжимар Тагаева за теплый прием и замечательную организацию. Благодаря плодотворной работе казахстанского председательства за этот год ШОС получила новое большое развитие. Горы и океаны не разделяют единомышленников. В этот раз саммит впервые проводится в формате ШОС+, который служит площадкой для разговора широкого спектра вопросов с участием как давних друзей, так и новых партнеров. Это подтверждение авторитета ШОС, который в новую эпоху притягивает к себе все больше сторонников и единомышленников. Современный мир претерпевает беспрецедентное преобразование глобального эпохального исторического значения, стремительно преобразуется мироустройство в полную силу, развертывается отеретная научно-техническая и промышленная революция. В то время, когда человечество движется вперед семимиллионными шагами, значительно возрастает фактор небезопасности, нестабильности и неопределенности. В условиях кардинальных перемен крайне важно набраться мудрости, находчивости и полной решительности. Необходимо прочно утвердить и уничтожить в жизни идею сообщества единой судьбы, руководствоваться шанхайским духом, неуклонно претерпеваться пути развития в соответствии с национальными особенностями и реалиями в регионе. Важно совместно построить прекрасный дом для шоссовской семьи, где народы наших стран могут жить в спокойствии, зажиточности и счастье. Хотел бы в этой связи делиться следующими видениями. Первое. Создать в нашем доме атмосферу сплоченности и доверия. Пару дней назад в Китае торжественно отмечали 70-летие про разглашение пяти принципов мирного сосуществования. Шанхайский дух созвучит пяти принципов мирного сосуществования. Это наши общие ценности, которые нужно бережно сохранять и развивать. Следует взаимно уважать самостоятельно выбранный путь развития, поддерживать друг друга в восставлении коренных интересов, через стратегический диалог устранять разногласия, сближать позиции и укреплять взаимодоверие. Предлагаю активизировать обмен опытом в сфере госуправления между государственными членами, своевременно проводить форум политических партий ШОС. Второе. Сделать наш общий дом мирным и безопасным. Безопасности мира не может быть речь о развитии страны и счастье ее народа. Как бы ни менялась международная ситуация, ШОС должна и впредь служить гарантом общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности. Настоящая безопасность установится только тогда, когда все страны чувствуют себя в безопасности. Важно обогащать механизм взаимодействия в области безопасности дополнительными средствами. Чем богаче средства, тем крепче будет безопасность. Следует ускорить строительство универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности и его отделения. А также создать антинаркотический центр, наращивать разведывательные информации и проводить совместную операцию. Нужно совместными усилиями поддержать региональную безопасность. В рамках своего председательства в РАЦ Китай будет обеспечивать успешное проведение таких мероприятий, как совместное антитерротическое учение Объединение 2024. Афганистан – неотъемлемый сегмент общей региональной безопасности. Необходимо задействовать роль механизма взаимодействия стран соседей Афганистана и других площадок афганского регулирования. Наращивать гуманитарную помощь этой стране. Третье – способствовать формированию инклюзивной конфигурации власти в интересах мирного восстановления Афганистана. Третье – сделать наш общий дом разведающим и развитым. Модернизация – общее устремление стран организации. Китай предлагает объявить 2025 год годом устойчивого развития Шанхайской Организации Сотрудничества, который призван культивировать новый тревер развития. Китай готов со всеми партнерами добросовестно реализовать 8 действий по высококачественной реализации инициативы Бойской Пути в целях продвижения регионального сотрудничества, раскрывать потенциал пластармов как демонстрационная база по обмену обучения аграрным технологиям, пилотная зона регионального торгово-экономического сотрудничества, инновационная база в области экологии и охраны окружающей среды, расширять долю расчетов в нас в валютах, активно работать над созданием платформы финансирования в рамках ШОС. Мы приветствуем широкое применение навигационной системы Пэйдоу и участие в создании международной научной лунной станции. Предлагаем создать ассоциацию ШОС в сфере цифрового образования, в рамках которого готовы в ближайшие три года предоставлять странам ШОС не менее 1000 квот для обучения специалистов по цифровой технологии. Наряду с этим важно продвигать модернизацию системы управления ШОС, совершенствовать механизм деятельности организации в интересах повышения ее эффективности. Четвертый. Строить общий дом ради добрососедства и дружбы. Межсоциационный диалог играет растущую роль в обеспечении мир и согласия во всем мире. Китайская страна готова предоставлять оптимальные площадки для такого диалога между странами организации, максимально раскрывать потенциал комитета добрососедства, дружбы и сотрудничества ШОС и других неправительственных организаций, продолжать проводить на высоком уровне брендовые мероприятия, такие как форум по традиционной медицине, форум народной дипломатии, молодежный лагерь и форум развития молодежи. В туристической и культурной столице ШОС Цингдау будем организовать форум зеленого развития и форум женщин. И Китай будет рад видеть всех партнеров на этих мероприятиях. В ближайшие пять лет мы выделим квоты на тысячу человек для молодежи из стран ШОС в Китае на столировку, убежден, что при наших общих усилиях практику взаимного обогащения наших стран и обмену для народов между людьми ожидать новой бум. Пятое. Строить общий дом ради справедливости. По итогам нынешнего саммита будет обликована Астанинская декларация инициатива о мировом единстве, за справедливый мир, согласие и развитие, а также заявление о принципах добрососедства, доверия и партнерства, которые служат сильным посылом в пользу солидарности, сотрудничества и справедливости против раскола, конфронтации и гегемонии в наше время. Мы должны совместно выступать за становление равноправного и упорядоченного многополярного мира, а также общую доступную, инклюзивную экономическую глобализацию, претворять в жизни подлинную многосторонность, продвигать глобальное управление в русле более справедливого и рационального развития, вносить вклад в шоссе устранения дефицита мира, развития, безопасности и управления. Уважаемые коллеги, как говорится, общие усилия ведут к победе, а общий ум – к успеху. Солидарность и взаимодействие, как набранный успешный опыт ШОС, являются безальтернативным выбором для реагирования на новые изменения и открытия новых горизонтов в новом походе. По завершении Астанинского саммита, Китай примет председательство в ШОС. Мы готовы в духе солидарности и взаимодействия сообществ с партнерами двигаться вперед с большими странами и международными организациями, разделяющими шанхайский дух, открывать тем самым светлее будущее для сообщества и единой судьбы человечества. Благодарю за внимание. Продолжение следует...